много-много приветствия пишите пишите всем обязательно пишите кто где сейчас как у вас дела как у вас настроение как вы начинаете свою неделю ну раз вы пришли на зарядку это значит что вы на эту неделю настроены очень очень бодро да и настроение такое же и вы бодрые и вы создаете вот вот все что вот у вас есть это же вы сами все создаете и мы сами все делаем чтобы это все получать и чтобы это все иметь поэтому я очень рада начинать свою неделю тоже самыми лучшими людьми на этой планете не вообще во вселенной это вы дорогие что сегодня хочу сказать о чем поговорить но как как всегда у нас темы складываются само собой и как всегда все идет по ходу и встречи даже разговоры вопросы которые к нам приходят они всегда очень очень вовремя значит какая сейчас тенденция какую тенденцию я сейчас замечаю в мире и вообще в людях ну и какие ко мне приходят сообщения все чаще ко мне приходят сообщения такого рода зачитывал вам вот это буквально один из свежачков это вчера вечером то есть сначала они так поступают поступают потом я смотрю что все активнее приходят такие вопросы поэтому читаю приходит мне вчера такое сообщение в инстаграме и рачка здравствуйте хочу у вас еще раз спросить насчет вложений сейчас все активно и криптовалютами интересуются мне тоже хотелось бы что то самое элементарное попробовать пока еще можно легко попасть в струю помню что вы спец в этом хочу еще раз спросить что и как где регистрироваться что покупать вот значит этот вопрос составлен от очень такой интересной девушки то есть мы видим что здесь каждое слово даже подобрана как она писала что что именно она спрашивает ранее мы с ней общались уже она уже ранее интересовалась видела там мои посты естественно в сети ну уже интересовалась что да как вот и не пошел этот процесс до ее там до финального окончания чтобы была в нее регистрация уже все 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 вот я не помню уже почему именно скорее всего просто я не стала знаете доводить уже это дело до финального результата вот то есть в основном когда вот так происходит значит что просто я значит на кого-то другого переключилась или на что-то другое переключилась но тем ни менее всегда люди есть в твоем окружении всегда они приходят и всегда снова спрашивают Поэтому, значит, делаем из этого выводы теперь, ребят. Вы тоже сейчас включаетесь в разговор, и я понимаю, что вам тоже приходят такие сообщения. Значит, делаем выводы. Первое. Это пишем в соцсетях, пишем на своих страницах, публикуем видео, где вы говорите о чем, да, где вы говорите о деньгах. То есть вы все хотите, чтобы вас спрашивали люди о деньгах. Значит, для этого нужно говорить об этом. Значит, когда постоянно в поле зрения вы мелькаете у людей, что вы говорите там деньги, крипта, еще что-то, приумножение, денежные потоки, зарабатываешь. То есть, знаете, хоть слово «зарабатываешь», «прибыль» — это не о нас, но люди именно так воспринимают. То есть они пока не знают, что это вообще абсолютно разные все вещи, да, то есть это разные понятия, но воспринимают на слух именно так. Поэтому, когда вы произносите, чем чаще вы произносите на всех своих площадках, это значит, что вы находитесь в поле зрения людей, и они обязательно будут реагировать. То есть, значит, смотрите, что мне пишет девушка, хочу вас еще раз спросить насчет вложений, да. То есть сейчас люди активно очень интересуются вложениями, вложения, инвестиции. Согласны со мной? Давайте вот прямо сейчас обратную связь, пожалуйста, в чате. Видите, замечали ли вы это, видите такую тенденцию? Я вижу, я вижу, и это есть. То есть сейчас абсолютно каждый практически очень активно интересуется вложениями, инвестициями. Значит, кто в основном? Значит, те, у кого есть определенные сбережения. Кто хочет их сохранить? Здесь желательно, конечно, еще приумножить, но как минимум сохранить. То есть есть какие-то там активы, капиталы, какие-то сбережения, какие-то денежки, и хочется их, конечно, сохранить. Ну и желательно, естественно, приумножить. То есть эти люди интересуются. Дальше. Кто еще интересуется? Те, у кого сейчас не осталось источников доходов, или они сократились, или они вообще уже не актуальны, или реально люди остались без источников, где сейчас получать деньги. И естественно, что пока ты где-то в новой среде, чему-то там получишь квалификацию, получишь право работать, там обучишься, да, то есть наработаешь, так сказать, руку, наработаешь базу, это все время и опыт, и там ты точно где-то по пути будешь спотыкаться еще. То есть это неприятно, и это финансово очень затратно. То есть это время и деньги. Поэтому, естественно, такие люди тоже интересуются вложениями. А куда бы вложить? Знаете, чтобы была такая подстраховка. Ты влаживаешь, инвестируешь, да, вкладываешь, инвестируешь, инвестируешь, и в это время ты можешь получать новую квалификацию, ну и все-все-все моменты. То есть обустраивать себе, так сказать, новый источник дохода или новые источники доходов, откуда к тебе будут приходить деньги. Вот. То есть, по сути, инвестициями сейчас интересуются все-все-все. Те, кто даже, казалось бы, что они вообще не для этого, да, то есть девушки, девушки могут быть абсолютно разных профессий. Бьюти-индустрия, фотографы, дизайнеры, мамы в декрете. Это могут быть парни, мужчины абсолютно разных профессий. Абсолютно разных профессий. Но все точно интересуются тем, что делать, чтобы сохранить свои деньги, приумножить и создать себе дополнительный источник, откуда к тебе будут еще приходить финансы. Помимо того, что ты сейчас или зарабатываешь, или ты получаешь новую квалификацию и выстраиваешь себе тоже где-то там новый ручеек, откуда будут денежки идти. Но удачно вкладывать, инвестировать хотят все. Следующий вопрос. А с кем они будут удачно вкладывать и с кем они будут инвестировать? Конечно же, с теми людьми, у кого есть понимание денег. Кто говорит о деньгах и у кого они есть. Поэтому, ребята, очень логично, что обращаться будут именно к вам. Именно к вам, я говорю, к тем из вас, кто говорит о деньгах, кто публикует видео, посты. То, естественно, каждый человек, это будет ваш знакомый, ваш подписчик, ваш где-то дальний знакомый, новый знакомый, с которым вы познакомитесь, он увидит, что вы сами интересуетесь темой денег, что вы говорите о деньгах, что вы показываете успешные кейсы денежные. И, естественно, они будут спрашивать у вас. А теперь следующий момент. Почему у вас? Да потому что так заложена природа и миром в целом, что когда ты дружишь с людьми, у которых есть деньги, которые знают, как их зарабатывать, как получать, как выстраивать и реально управлять этими денежными потоками. Вот есть же такие знакомые, да? Ну, точно есть. Ты смотришь на него и думаешь, блин, ну как же он ворочает. То есть есть люди, которые реально просто всегда вращают этими денежными потоками, и у них они просто всегда есть. Вот что бы ни происходило бы, у них есть деньги, у них есть возможность, они всегда зарабатывают. И вот именно у таких людей всегда наиболее спрашивают те, кто интересуется сам, естественно. То есть почему у него это всё получается? Потому что он интересуется сам, и он делает. Поэтому у вас тоже активно все будут спрашивать. Значит, следующий вывод, который делаем, это говорим активно в соцсетях, на страницах своих видео о деньгах, о потоках денежных, о ваших увлечениях финансами, о ваших успехах, да? То есть успешные кейсы, достижения ваши определенные, результаты, достижения ваших коллег, всех наших, да? То есть вы можете делиться достижениями друг друга. Также даю такую хорошую подсказку для лидеров особенно. Это работает шикарно. Делитесь достижениями участников из ваших команд. Вот я заметила очень часто, когда я, ну, точнее, когда я публикую сторис, например, а вот это наша там классная, вот это наша девочка там Лена, например, да? Лена там то-то-то, это наша девочка там Наташа, а это там наша Верочка, да? То есть а это моя Маришка, да? То есть я это публикую, и люди такие видят, ух ты, класс, да? А там вы что-то сделали, или вы написали какой-то сторис, или вы написали какой-то пост. То есть когда ваши участники делятся в соцсетях каким-то своим достижением, результатом, радостью, чем-то классным, позитивным, делитесь этим тоже у себя в сторис или делайте репост и пишите, а это, да, то есть это ваша команда, а это моя девочка, да? То есть вот это очень хорошо срабатывает. То есть люди, которые, а пока ещё где-то в мире, только интересуются, ой, а что, куда вкладывать, ой, а как там покупать, они же переживают, как они будут справляться. Поэтому подсознательно все ищут человека, который их поведёт за собой, лидера, вожака, который взял и пошёл и повёл за собой. И вот вы как раз таким образом и проявляете свои эти качества, что вы вожак, что вы ведёте за собой людей, и люди делают хорошие результаты. Значит, и ты, когда придёшь ко мне в команду, ты тоже сделаешь крутые результаты и вообще круче, чем все-все-все сейчас мои участники в команде вместе взятые, потому что ты же особенный, у тебя же получится лучше всех. Вот, поэтому этот лайфхак всем сейчас дарю на заметку, берите на заметочку, это такой подарок в начале недели, делайте активнее. Есть этот момент, да? А ну напишите, слышно меня, не слышно, а то вы не пишете ничего, наверное, записываете, да, конспектируете. Да, ну давайте обратную связь сейчас, что-то в чате. Есть, ага. Вот. Значит, второй момент тоже зафиксировали с вами. И третий момент, когда новички у вас интересуются, вот цитирую, да, сейчас все активно криптовалютами интересуются. Да, мы обратили на это внимание, что сейчас все-все-все активно, вот прям все-все-все телеведущие, там, звезды шоу-бизнеса, все где-то там упоминают. Конечно, они там на этом получают рекламе, там, какие-то денежки, все тому подобное. Вот. Ну, когда сказать новичку, ну и вообще новичок, а куда он сейчас пойдет? Кому он сейчас пойдет интересоваться криптовалютами? Мы-то с вами уже все опытные люди понимаем, что... Да, то есть понимаем все о криптовалютах и понимаем, что начать нужно с чего? Я вам сегодня сбрасывала видео, да, то есть с инвестиций, да, то есть все люди хотят инвестиций. Но они почему-то думают, что они сейчас вот купят там каких-то монет криптовалюты, и все, они разбогатели через месяц. Нифига подобного. То есть здесь рынок вообще он очень-очень неоднозначный. Поэтому для новичков, которые вообще просто вот пока ноль, да, вот в теме там финансов, там, ну, вот пока они вообще не интересовались вот в этом направлении, да, и только они начинают инвестировать в криптовалюту, вот так просто, вот я сейчас куплю криптовалюту и разбогатею, нет, это не работает. И тоже, когда вы сообщаетесь с такими новичками, объясните им это. Да, тебе нужна инвестиция. Какое сейчас время? Сейчас время очень-очень тревожное. Инвестиция в криптовалюту, ну, это такое. То есть тут как бы, тут реально или повезло тебе, или не повезло. Что-то предугадать здесь нереально, и никто не может предугадать. Все, кто говорят, что они как-то предугадывают или еще что-то, это все просто, ну, это случайность. Потому что о своих провалах они не говорят. То есть они говорят только об успешных подъемах, а о провалах они не говорят. Вот. Хотя сейчас некоторые, я вижу, блогеры, там, крипто, они стали публиковать посты, типа, сколько денег я в этом году профукал. Вот, на этом все. И там очень-очень серьезные суммы, при том, что хоть и прогнозы были, что сейчас этот Alcoin взлетит куда-то. В общем, для новичка тема инвестирования в криптовалюту, это вообще просто нет. Нет. Почему? И тут же я как раз вам сбросила утром сегодня видео, это когда мы говорим с новичками, да и вообще мы с вами все, да, во что, то есть вещи, три вещи, да, в которые стоит и можно инвестировать в любое время. И я полностью, вот, с каждым словом просто, вот, согласна. Все, что говорил автор, значит, все интересуются инвестициями. Сейчас время тревожное очень. И вот три вещи, в которые нужно точно инвестировать и делать вложения. Первое, что там было, кто помогает мне? Первое, то есть три вещи, да, вот эта волшебная пилюля, все же хотят волшебную пилюлю от всего, да, и для всего. То есть это волшебное, оказывается, в инвестировании, эта волшебная пилюля существует. И нельзя сказать, что там какая-то сфера та-та-та-та, да, там типа там крипто, недвижимость или еще что-то. Нет, все там неоднозначно и все там неустойчиво. Но все-таки есть эта волшебная пилюля, во что точно нужно инвестировать в любое время. Кризисы, большие кризисы, самые-самые большие кризисы. Вот все-все-все, что происходит в мире, нужно инвестировать. Значит, первое, да, спасибо вам, это мышление. Да, мышление, а именно правильное мышление. Как лучше всего это получается? Ну, значит, я для себя уже сделала такой вывод, это реально, когда ты переходишь к второму пункту, они у меня как бы тандемом идут, это когда ты меняешь свое окружение. Потому что второй пункт — это даже среда. То есть я там написала в посте окружение, но все-таки оно так более как бы понятно, но твоя среда, да, то есть вот среда обитания, да, вот где ты находишься, то есть менять среду и менять окружение. И вот тогда реально лучше всего меняется и мышление. Потому что вот эти два момента, они для меня в тандеме. Значит, правильное мышление, которое будет способствовать твоему развитию, а не наоборот деградации, которое будет способствовать твоему росту. Правильное мышление, которое будет способствовать приумножению всего хорошего, что у тебя есть, и сбрасывать этот балласт какой-то фигни из тебя. То есть правильное мышление, это в первую очередь еще зависит от среды обитания, где ты обитаешь, да, твое окружение. Поэтому инвестировать в это следует. Это встречи, которые проходят, различные там форумы, конференции, поездки, наши встречи. То есть, ребята, когда я слышу, вот когда мы проводим встречи, мы их не так часто проводим. То есть у нас вот крайне большая встреча, это была в Дубае. И когда люди некоторые говорили, ой, я не приеду, ой, там что-то у меня там... Сейчас же там у нас новогодние праздники на носу, Рождество, сейчас же всем нужно подарки, то есть я сейчас потрачусь, и на поездку у меня не останется. Но потом, ребят, не спрашивайте, а почему у вас нет денег, и почему вы так живете не так, как хотите. Потому что вы делаете совсем не то, что нужно делать. Вы делаете неправильные вещи. И меня реально в этой ситуации тогда впечатлила Оксана Ткачева, у которой не было вот прям всех-всех-всех сейчас там денег на эту поездку, но она их нашла, понимаете? То есть она нашла их, и она сделала этот шаг. Вот. То есть это инвестиция в мышление, и лучше всего это получается, когда ты оказываешься в другом окружении, с людьми, с другими людьми. То есть это поездки, форумы, мероприятия, конференции. Ну, вы сами знаете, вы сами знаете много-много всего. И следующий, второй такой пункт, это среда обитания, где ты обитаешь. В один определенный момент мы переехали из своего родного города, мы там прожили там 20 с чем-то лет, но мы оттуда переехали, мы переехали очень легко и очень свободно в другую среду обитания. Потому что там, где мы были, всё, мы уже переросли ту среду. Всё, то есть, ну, всё, всё как бы. Мы пошли дальше, мы переехали уже тогда в Киев, да. Ну и другая абсолютно среда, другие абсолютно мероприятия, потому что есть разница мероприятий и встреч где-то в маленьком городе, да, или в большом, вообще там, космополите, так? В городе космополите. Это инвестиции, естественно, это вот твоё уже другое состояние. Поэтому мышление и среда обитания – это то, во что стоит инвестировать всегда, что бы ни происходило бы. То есть, может там обрушиться рынок ценных бумаг, рынок недвижимости, рынок там крипто и ещё другие. Но всегда будет, то есть никогда не обрушится ценность твоего мышления, оно с тобой останется всегда, оно всегда будет цениться, оно всегда будет давать тебе результаты, оно всегда будет давать тебе выгоду. И всегда будет в ценности твои люди, твоё окружение и среда, где ты находишься. Потому что, когда стукает там какой-то вот большой кризис, то очень большая разница, где ты оказываешься. Или в маленьком городке, где просто в этом кризисе всё замирает, и ничего не развивается, и ты, соответственно, тоже там не имеешь возможности развиваться. Или ты оказываешься в другом месте, да, в городе, где даже в кризисе всё заканчивается, да, но всё равно будут проходить туда и денежные вливания в развитие там сферы этого региона, этого города, этой сферы, то есть в развивающихся местах. Поэтому точно стоит менять мышление, да, инвестировать в своё правильное мышление и в среду обитания, где ты обитаешь, ну и в том числе это, конечно же, ещё твоё окружение. Да, да, есть такое. Согласны? Ой, я вижу, тут идут и аплодисменты, и очень много, что согласны. Да-да-да, не буду сейчас всё читать. Вот, вы пишите, но я вслух не буду зачитывать, вы друг друга читаете сейчас. Так, то есть есть эти моменты, это же очевидно, так? И когда новичок себя спрашивает, а во что инвестировать сейчас, вот прямо сейчас, какую криптовалюту купить, то я всегда новичку сейчас говорю, то есть, значит, как я отвечаю на этот запрос, как я ответил на этот запрос. Я говорю, здравствуйте. Да, ну мы на «ты» пока ещё общаемся, эта девушка. Вот, она, ка не на «ты» обратилась. Ну, я тоже к ней, ой, она на «вы», ну я тоже к ней на «вы». И я отвечаю, что я с удовольствием помогу вам с тем, что сама делаю. А что я делаю? Значит, я не начинаю, то есть она мне спрашивает там, а криптовалюты о чём-то, я не начинаю там рассказывать, да, крипто там туда, да, я такой спец. Она говорит, я же помню, что вы спец, да, в этом. Ну, да. Ну, момент там типа спец, ещё чего-то. А да, я с удовольствием помогу с тем, что сама делаю, потому что она спросит, я хочу попросить у вас помощи, что и так, где регистрироваться, что покупать. Да, естественно. Она почему у меня спрашивает? Потому что она знает, что я, во-первых, говорю о деньгах, говорю о возможностях, и они у меня есть. То есть она это знает, она это видит. И, соответственно, поэтому она у меня спрашивает. И значит, что она будет делать так и то, что делаю я. И она хочет от меня не какой-то, как сказать, от меня курс или там презентацию, какая я умная чудачка. Она хочет от меня конкретный план действий. Что ей нужно делать, чтобы у неё были деньги, чтобы ей было спокойно на душе. Это очень важно, очень важно. Чтобы ей было спокойно на душе. И чтобы у неё было вот это ощущение основы под ногами и уверенности. Поэтому, конечно, я ей помогу. Я помогу вам с тем, что сама делаю. А что я делаю? Я. Естественно, в кэшфлоу. Она же просто у меня где регистрироваться, что покупать? Значит, где регистрироваться? Регистрируешься на сайте кэшфлоу. Что покупать? Покупаешь электронные евро. Всё. Заходишь в Perfect Money и покупаешь евро. Как они там называются? Электронные евро. Я вот так говорю. Всё. Как? Я говорю, вот так. Всё. Покупаешь электронные евро. Дальше ты эти электронные евро запускаешь в тот сайт, где ты только вырегистрировалась на преумножение. И это твой самый первый этап инвестиций, вложений. И с этого момента у тебя начинается полностью изменение твоей жизни. Потому что дальше ты приходишь на наши зарядки. Ты приходишь на наши вебинары. Ты дальше мне задаёшь все свои вопросы и говоришь о твоих пожеланиях на ближайшее время. Какие твои запросы? Есть финансовые запросы. То есть материальные все запросы. Что тебе сейчас необходимо в первое время. Дальше ты говоришь, какой твой бэкграунд. То есть какая у тебя сейчас основа. От чего ты можешь отталкиваться. То есть вложения и каких объёмов. 50-100 евро, десятки тысяч евро, сотни тысяч. То есть дальше это всё мы с тобой разбираем. Потому что на этой платформе первое, что у тебя начнётся, первые твои изменения, трансформации, это изменение твоего мышления и инвестиции. То есть первый этап, что ты делаешь, ты сейчас вот заходишь на кэшфолл, покупаешь евро электронные, ты уже меняешь своё мышление. То есть ты инвестируешь своё мышление. Твой самый первый взнос – это инвестиция в твоё мышление. И ты сама решаешь, сколько ты инвестируешь. Или 50 евро, или 500, или 5 тысяч евро. Но это твой самый-самый первый взнос, вложение, твоя самая первая инвестиция в твоё мышление, правильное мышление. Решай сама, сколько ты готова инвестировать. Потому что именно на этом этапе начинается полная твоя трансформация. И вы согласитесь сейчас со мной, потому что имеет значение изменения и в мышлении человека, когда он сделал взнос или 50 евро, или 5 тысяч евро. Абсолютно разный у них и подход к делу, и вопросы абсолютно разные, и ощущение их причастности в нашем деле, оно абсолютно разное. Поэтому я использую такой приёмчик, что сейчас ты делаешь инвестицию, свою первую инвестицию в своё правильное мышление. Сколько делать – решай сама. Это твоя инвестиция, это твоё мышление, твоё будущее. Ты можешь проинвестировать 50 евро в самый минимум, ты можешь проинвестировать 500, 5 тысяч, сколько хочешь. Решай сама. Вот. И это работает. То есть тогда человек не соглашается на минималку. Потому что он же инвестирует в себя. Это его инвестиция. Инвестиция в своё мышление. И следующий момент, говорю, тут же к тебе приходит и второй этап. Это ты уже проинвестировала в среду обитания, в своё окружение. Потому что теперь ты в окружении людей, у которых есть деньги, которые вращают денежными потоками. Поздравляю тебя. Первые два этапа твоих удачных и правильных инвестиций. Дан. Выполнено. Поэтому, ребята, помните о том, что новички у вас спрашивают. Ещё раз. Вы лидер. Вы ведёте за собой. Они у вас спрашивают, потому что вы знаете. Они хотят от вас. Не то, чтобы вы попонтовались, какой вы умный, красивый и тому подобное. Они хотят от вас, чтобы вы взяли их в руки, руководили и делали из них богатых людей. Поэтому меньше слов всегда с ними, больше дела. И не бойтесь даже брать такой командирский тон общения. Вот знаете, расскажу элементарный пример. Я на прошлой неделе ходила к остеопату. И вот в этот раз реально просто попался человек по всем моим запросам. Все предыдущие разы, где бы я не пробовала, как бы не получалось. То есть это что там какие-то вопросы, какие-то у меня там еще. Откуда я знаю? Или там он мне что-то там рассказывает, какими-то такими терминами. Откуда я знаю, что он мне там рассказывает? А вот это я пришла. То есть причем я пришла просто на массаж. А оказалось, что она еще крутее. То есть я шла просто на массаж. То есть я не знала все это еще основы. То есть я просто пришла. Она такая, ну я такая, так все раздевайтесь. Так это все тоже снимайте, все укладывайтесь. То есть я легла. И она сразу начала меня вот так мутузить. То есть все, там-то это, там-то это. То есть мне вообще ни слова не вставить. И вообще не было необходимости даже мне. Она мне ничего не спрашивала. И я вышла просто, думаю, офигеть, то есть у меня ощущение было, как будто я заново родилась. Вот, и мне это нравится, и мне это подходит, потому что у меня была проблема, у меня был вопрос-запрос мой личный, да? И всё, и вот так это решается. А когда меня там что спрашивают, там что-то это, ну вообще не то. Поэтому, ребята, мы любим уверенных в себе профессионалов, которые знают, что они делают. Вы именно такие. Поэтому с людьми не бойтесь общаться, не бойтесь вот брать всё в свои руки. Они к вам обращаются за тем, чтобы вы дали им конкретную пилюлю, да? Вот пилюлю на решение всех их вопросов. Кэшфлоу — это та самая пилюля, которая решает все-все-все вопросы. Начинаешь с инвестиций в своё мышление, в своё окружение, в среду обитания. Это самое то, во что нужно инвестировать всегда, всегда, во все кризисы, в общем, в любое время абсолютно, что бы ни происходило бы в мире. Вот. Да, поэтому. Значит, что вы здесь пишете? Так-то так, да. Главное уловить, о чём Ирина говорит. Ирина, да, да. Да, да. Вот, всё. То есть, поэтому я сейчас вам говорю самый смысл. Вот вы тут пишите сначала регистрация в МС. Ребята, это всё технические моменты. Если вы, новичка, не зарегистрируете в МС, ничего страшного. Если вы сначала зарегистрируете в Кэшфлоу, ничего страшного. Я вам рассказываю основу, о чём, как сейчас работать с вашими новичками. И вообще основу всего, да? То есть, вот, уловите, о чём я сейчас в целом говорю. И это очень здорово помогает. Поэтому и каждый из нас, мы с вами, во что инвестируем? То есть, когда вы сидите на маленьких взносах, вы абсолютно никак не проинвестировали в изменение своего мышления. Вы нашли сотни аргументов, куда потратить эти деньги. Купить какой-то холодильник, купить какие-то наушники, купить ещё что-то. Ребят, это всё фигня. Смотрите, сейчас вот... Учитесь просто. Если вы ещё не научились на своём жизненном примере, учитесь на других примерах. Смотрите, мы в Жиле-Ворзеле, у нас было всё, да? И уехать, и увезти с собой холодильники, телевизоры, ещё там что-то, это невозможно. Но ты всегда с собой увезёшь себя. И то, что внутри тебя есть, то, чем ты себя наполнил, это ты всегда с собой увезёшь. Твоё мышление. У тебя можно отнять всё. Холодильники, телевизоры и всё тому подобное. Сумочки, сапоги и всё. Но то, что у тебя внутри, то, чем ты наполнен, у тебя никто никогда не может отнять. Поэтому наполняйте себя внутри, наполняйте своё мышление. Пока вы сидите на маленьких взносах, пока вы сидите и не инвестируете в себя, вы не развиваетесь. Вам кажется, что у вас всё хорошо, что вы обустроили свою жизнь, быт, всё уютно, прекрасно. Нет, это не так. Это всего лишь иллюзия. Самое первое, во что нужно инвестировать, это в себя. Поверьте. Если у вас стоит выбор, купить или то, или в себя и проинвестировать, потому что инвестируйте в себя. В себя обязательно, в своё мышление. Пока ты сидишь на маленьком взносе, ты никогда не поменяешь своё мышление, потому что ты не чувствуешь себя причастным, ты не чувствуешь того трепета в душе. Когда ты сделал взнос или 50 долларов, или 5000 долларов, вот сделайте 5000 долларов, и вы увидите разницу. Сразу же из своего отношения, и сразу же у вас поменяется мышление, и абсолютно у вас будет другой подход вообще в жизни в целом потом. И вы потом будете очень здорово и легко понимать, о чём я говорю, о чём говорят другие топы. И вам не будет казаться, что ой, они как о каком-то космосе говорят. Мы говорим о жизни, а то, что вы нас не понимаете, это пока ваши проблемы. Потому что вы пока ещё там сидите где-то низко, поднимаетесь, инвестируйте в себя, в своё мышление, инвестируйте в своё окружение и среду обитания. Пока ты сидишь с маленькими взносами, то ты вот там где-то в песочнице с другими участниками по 50 евро. Инвестируй большие суммы в своё окружение. Попадай в круг, так сказать, больших игроков. Попадай в круг наших встреч, попадай в круг наших тусовок, наших разговоров. Тебя будут приглашать, и ты будешь здесь уже вращаться. Поэтому, ребята, эту неделю, я сейчас уже заканчиваю, буквально одна минутка, потому что мне уже через две минуты нужно выйти. Поэтому эту неделю объявляем, неделя инвестиций в себя, в своё мышление и в своё окружение, в свою среду обитания. О третьем пункте мы поговорим позже когда-то отдельно, но начинаем с этих двух пунктов. И они актуальны, как и для новичков, так и когда вы работаете с новичками. Вы начинаете именно с этого. Вы начинаете их путь с инвестиций в их мышление и в изменение их среды. Вы продолжаете эти инвестиции в себя всегда. Вот вы, вот прямо вы сейчас, вы уже участник кэшфлопа, вы уже лидер, вы, может быть, уже топ-лидер, но вы продолжаете и дальше инвестиции и в себя, и в своё мышление, и в своё окружение, среду обитания. Я это тоже делаю ежедневно. Это тот путь, и это те вложения, которые актуальны просто всегда. И никто никогда их не в силах у вас отнять. И это то единственное, что всегда будет держать вас на пике волны, и вы всегда будете в топ-топ-топ. И вы вырулили, и вы вырулили абсолютно с любой ситуации, которая бы не сложилась у вас в жизни. Поэтому эта неделя объявляется инвестицией в себя, в своё мышление, окружение, среда обитания, в своё сегодняшнее и в своё будущее. Берите на заметку, пользуйтесь, и пусть всё будет шикарно. Я вас обнимаю, я вас люблю очень сильно. Завершаем сегодняшнюю зарядку. Приходите в среду, в среду у нас будет интереснейшая тема, и мы поговорим снова с вами. Ваш часик инвестиций в себя, инвестиций в своё время, это часик на зарядку, и всё тогда шикарно, круто. Целую, обнимаю, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова